Всем привет! Это Оля Котлерова и очередной этап История одного дня. В этом видео делюсь своим процессом обработки фотографий, их печати Как я это делаю. Просто рассказываю, как, ничему вас не учу Но показываю свой опыт и покажу весь свой процесс Поделюсь своим опытом, буду рада, кстати, если вы своим тоже поделитесь Начинаю я в фотошопе Я в фотошопе открыла сразу все фотографии, ну, сколько смогла И я копирую фотографии Ctrl-A, Ctrl-C И открываю вот такой файлик Я его сделала для себя То есть тут у меня расположено как бы 9 фотографий, 6х9 см И между ними вот эта рамочка 3 мм Чтобы когда мы разрежем, там было 1,5 мм у каждой фотографии белая рамочка Я сюда вставляю свою фотографию И у меня на новом слое она вставляется И я вот с этим слоем что делаю? Я его не выделяю, нажимаю Ctrl-A, нажимаю на свою вот эту картинку, которую я подготовила У меня она выделяется, рамочка подчеркивается Теперь создаю маску уже на слой, где фотография вставлена У меня создалась маска и видно, что фотография, вот сразу у меня появились эти белые проблески Я теперь тут снимаю замочек, вот на окошке слоев Снимаю замочек и теперь могу пододвинуть фотографию То есть я переключилась тут на фотографию, кликнула, она у меня стала в белой рамочке Была выделена маска Фотографию и инструментом, вот рамочка обычная Правый клик на фотографии, Free Transform Пододвигаю ее куда мне нужно, поворачиваю То есть я вот в этом прямоугольничке будет у меня вот эта фотография Я ее кадрирую, двигаю, размещаю так, как мне хочется Нажимаю Enter, когда готово И тут видно, что часть ее фотографии зашла на другой кадр В принципе для этого случая ничего страшного в этом нет Теперь я беру следующую фотографию, тоже Ctrl-A, Ctrl-C Возвращаюсь на свой вот этот файлик и вставляю фотографию здесь Опять же делаю тоже все то же самое Клик с Ctrl-ом на маске Создаю маску, снимаю замочек, перехожу на сам слой фотографии Free Transform, пододвигаю туда, куда нужно Кадрирую Нажимаю Enter И тут видно, что поверх моей предыдущей фотографии вот кусочек этой зашел Я тем же самым инструментом, рамочкой выделяю и удаляю И снимаю выделение Ctrl-D Итак, я сюда размещу сейчас все фотографии Сейчас я в целом смотрю на фотографии Потому что если какая-то получилась, например, дома оранжевая То, может быть, у нее нужно поменять ее температуру Тут разные инструменты для этого есть Но не буду я о них подробно слишком Обычно у меня редактированные фотографии сводятся к тому, что я редактирую уровни и кривые Уровни Ctrl-L и делаю просто посветлее Бывают фотографии такие, ну, неправильно у них, так скажем, где-то пробел Я его убираю, чтобы она была красивая, контрастная И теперь я вот эти все свои фотографии сливаю в один слой Делаю Merch Layers И у меня мой принтер, он темнит Все время фотографии получается темнее, чем я вижу на мониторе И я сначала их отредактирую все вместе, чтобы они были вообще просто посветлее, как я хочу Я нажимаю Ctrl-L и поднимаю чуть-чуть вверх, чтобы они все снимки стали посветлее Я люблю их немножко высветлять, ну, практически для всех своих работ Вот так вот я оставляю, то есть на таком уровне И для принтера, для своего принтера я хочу, я еще больше высветляю фотографии Снова нажимаю Ctrl-M и делаю прям совсем-совсем такими светлыми Потому что он реально темнит Но я тут на глазок делаю, вот обычно вот такой яркости достаточно для того, чтобы компенсировать вот эту погрешность принтера Можно, конечно, как-то калибровать монитор, там еще чего-то, мне ленит этим заниматься Поэтому я вот так делаю, окей, отправляю этот лист на печать И делаю потом следующий, но вот этот лист, самый первый, я его оставляю как пример, чтобы все остальные слои То есть следующие фотографии я делаю тут же, да, то есть я вот этот слой после печати скрываю Открываю вот этот слой, тут добавляю фотки И потом их, когда начинаю уже высветлять для моего принтера умненького Я вот этот слой оставляю, чтобы ориентироваться, чтобы они по тону, вот эти фотографии были одинаковые в одном минике И, собственно, все Распечатались мои фотографии У меня получилось вот 4 таких листа с 9 кадрами на одном листе Я печатаю на принтере Canon L800 Это такой очень популярный принтер Мне нравится, как он печатает И я использую для миников вот такую бумагу, Ламонт, 150 грамм, формат А4, глянцевая бумага И тут в пачке 250 листов Вот я ее уже давно использую, она у меня в таком же виде Она в шкафу лежит, прямо в этой упаковке Решила вам показать много-много листов И почему я такую использую, потому что она очень бюджет для миников и для Project Life Где много-много фотографий, много печатать приходится очень-очень хорошо бюджетно Она тонковата, то есть она 150 грамм Это такая достаточно тонкая бумага Это не такая фотография, которая вот супер такая плотная Но, как я сказала, вот ее приклеивать в миники или файлики, вставлять самое то И по качеству мне нравится, как выглядят фотографии эти Я после печати Я их вот так вот режу Ну, покажу, раз уж я начала процесс весь этот показывать То есть я сначала отрезаю поля лишние Потому что они получаются чуть больше, чем нужно Сразу со всех сторон Оставляю примерно полтора миллиметра, чтобы была такая рамочка небольшая, белая Почему я люблю белую рамочку? Это приподнимает фотографии и это их как-то объединяет Приподнимает над страничкой, то есть как-то выделяет И в то же время все фотографии, за счет того, что они все в одной рамочке получаются Они объединяются, даже если они очень разные Особенно вот в таких миниках, там могут быть очень разные фотографии Рамочку лишнюю отрезала Теперь я беру и посередине вот этой белого пространства, белого поля Посередине разрезаю И у меня с минимумом движений Я себе эмпирическим путем выявила, что у меня рамочка такая в полтора миллиметра Мне она больше всего нравится Поэтому я в своем файле, который для маски использовала Сделала как раз расстояние 3 миллиметра, соответственно Вот и получаются такие чудесные фотографии Их уже буду использовать вот в таком количестве Все, что напечатала, постараюсь в свой альбом ввести Спасибо большое, что посмотрели это видео Что вы со мной в этом проекте Пишите свои способы печати, обработки фотографий То есть как вы действуете в этом направлении Будет мне интересно и другим участникам Я уверена, тоже интересно узнать ваш опыт Желаю вам хорошего дня Пока-пока